Дорогие друзья, доброго времени суток! Меня зовут Гудмен. Так, а я то нажал или нет? Ух! Чуть не накосячил, друзья. Итак, впервые за много месяцев у нас было несколько раз, когда в бонусную главу мы в одну часть не укладывали. Обычное прохождение занимает от 30 до часа 10 в редких случаях. Но бывают исключения, когда разработчики прям уделяют много внимания бонусу, и либо в бонусе есть какие-то сложные головоломки, либо все это вместе. Ну, в любом случае, на сколько его не пройдешь. И вот у нас тот самый случай. В прошлый раз, напомню, честно, я не смотрел, что можно тут придумать. Может быть, сегодня свежим взглядом мы что-нибудь с вами сможем сделать. Я единственное, знаете, что подумал. Еще будет лабиринт. А в прошлый раз мы лабиринт, не знаю, там довольно долго проходили. Вот здесь, смотрите, у меня есть-то, в принципе, отвертка. Я, по-моему, ей нигде ни разу не использовался. Но нету топорика. Вот единственная моя еще такое, знаете, что сцена поиска может появиться. Да. 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 Блин. Блин. Ну, в прошлый раз после часа с чем-то игры я уже немножко подустал, и голова уже не так соображала. А вот когда монтировал, пришла такая идея. Гейша потеряла свой веер. А, кстати, слушайте, что это я мучаюсь? А тут же... А тут же вон какие дела, смотрите, происходят. Коготь... Нет, веер. Лапа, попугай, топор и веер. Так. Глаз сюда. Это где-нибудь здесь. Так. Шляпу какому-то викингу хочется впихнуть, а вот и стекло. Видите, тут даже немножко, я бы сказал, усложнено все, потому что надо еще какие-то действия на картинке делать. Ну, точнее, на сцене поиска. Так, рамка. Тут клешня, наверное, надо. Коготь. Это клешня, не коготь. Ну, ладно. Вообще, расстраивает перевод оловара очень, вот прям, очень много... Ошибок в переводе, помарок. И иногда даже по смыслу неправильно переведено. То есть, как-то вот... Прямо как будто бы это не аловар переводили. Так, что тут еще осталось? Это топор. Каждому инструменту нужна ручка. Ну, попугай, наверное, в клетке. Странно, как они даже подходят с пятого-десятого раза только. Так, осталось что-то здесь. Это викинг, что ли? А, это орликин. Блин, я смотрю, шляпа викинга. Рамка. Рамку я не вижу. А, понятно. Вот и эмблема топора. Блин, я столько времени потерял, не знаю, что делать. Так, топором, наверное... Ой, молотком теперь можно гвозди, наверное, достать. И две доски сразу. А, гвозди, по-моему... Или гвозди... Нет, не хватает гвоздя где-то. Блин. Где-то, мне кажется, был еще гвоздь. Где-то гвоздь я видел. По-моему, вот здесь. Да. И тот глаз не нужен был, вы представляете? Я в прошлый раз думал, там еще он так поблескивал, интересно. Так, ну, гвозди сюда. Предметы потихоньку начинают уходить. Ох, как тебе весело. Я должен спасти этого человека. Как я смогу остановить эту ужасную пилу? Переворачивайте карты попарно, найдите все одинаковые парты. А, у меня даже жизни есть. Так, это надо будет максимально внимательно играть. Ой, какая шара. Ой. Оно попадает и так. А, это не наши жизни даже были. Ой, а кто это там у нас? У них в заложниках Дюпэна. Мне нужна лодка, чтобы добраться до них. Так. Спасибо вам, вы спасли мою жизнь. Я профессор Шарп. А что у него такое на перчатке там? Я рад, что прибыл сюда вовремя. Я старый друг и коллега Дюпэна. Он был похищен и увезен отсюда на лодке. Вы не знаете, где он может быть? Я знаю, кто сделал это. Они из очень мощной и опасной организации. Дюпэн был, наверное, вставлен в старую касту, которую они используют. Моя лодка там тоже. Может, вы слышали о моей инвенции? Атмоген? Это устройство, который позволяет свободную электричество. Лодка, я знаю, кто это сделал. Они из очень могучей и опасной организации. Дюпэн, скорее всего, был доставлен в старый замок. Они используют его для своих тайных встреч. Моя лаборатория тоже там. Возможно, вы слышали о моем изобретении. Атмоген. Это устройство, которое обеспечит бесплатным электричеством весь мир. Очень странно, что его лаборатория находится там же, где обитает могучая и опасная организация, которая проводит там же встречи. И тут что-то не сходится. Либо в переводе, либо в логике. Я не знаю. К сожалению, устройство имеет еще одно применение. Я пытался отключить его, но... Оно может выступать в качестве мощного энергетического приемника. Генератор может отключить все электрические устройства на всей планете в течение нескольких часов. Общество воронов как-то узнало об этой особенности. Они следили за мной и наверняка узнали, что я отдал Дюпэну часть этого устройства. И теперь он в большой опасности. Если вы сможете опустить лодку, тогда у вас еще будет время, чтобы спасти своего коллегу. И заодно весь мир. Не люблю игры в таких маленьких масштабах, когда они начинают что-то рассказывать про спасение всего мира. Вот для меня это прям какое-то вот сразу, знаете, вот... Ну, бред, блин. Ну, так хорошо все начиналось. Ну, зачем вот это вот отсебятина? Кольцом. Кольцом. Так. Никак не могу обойтись без весел. Предметов по-прежнему дофига. Ключи от весел. Ну, все, да, получается в этой локации все. Тут все. Тут еще у нас... ...весла. Так, сетка у меня была. Мне кажется, он и сетку порвет, этот здоровяк. Так, ну давайте, друзья. Четвертый или какой? Пятый уже лабиринт. Так, мы начинаем здесь. Ну, давайте. Уже без всяких целей. Там только здоровье полечить. Наверное, тут сейчас кто-то поедет. Нет, никто не движется. Очень странно. Походу, в бонусе решили смухлевать на лабиринте. Сделали какой-то его легеньким очень. Пока что пусто. Ведь и тут ни одного жука. Да что же происходит-то? Но тут-то какой-то подвох должен быть. Блин. Вот, если он до конца идет, то все. Крышка. Так. Прям самый простой пока лабиринт. Может, только первый попроще был. Так. Движемся дальше. Не, после прошлого лабиринта. Это прям какие-то цветочки, если честно. Да, где-то я, наверное, еще тут ударюсь, накосячу. Но я вообще сейчас неаккуратно играю. Даже не стараюсь как-то думать там, предугадывать. Когда пытался в прошлый раз, помните, ачивку выбить. А она такая вот, зараза, не выбивается. Ну да, фактически финал уже. Давай, давай, поднимайся. Он далеко суда ходит. Ну да, и как будто бы финал уже. Вот что там, интересно. Там как будто бы вот что-то ценное хранится, да? Там что-то есть или нету? Вот нафига вот это делать? Объясните мне. Чтоб сходить за плюсиком и потерять там 30 хп? Там не было ничего. Ну вот смотрите, я второй раз прошел лабиринт. Ни разу меня никто не коснулся. Кубок все равно за это не дают, походу. Не предлагайте 5 монет матросу, но это мы делали. Так, ну что? А что мы здесь взяли? Еще ничего получается. Линза. Крыло. Николас Боженковский. Профессор химии. 45 лет. Изобрел высокостабильное взрывчатое вещество. 100 граммов этого вещества может целиком разрушить город. Статус подкуплен. Работает за деньги на общество воронов. Жан Фонтане. Профессор медицины. 65 лет. Разработки в области травматологии. Изобрел экзоскелет, способный заменить любую конечность протезом из неизвестного сплава. Образец взят, формулы пока нет. Убит. Винченцо Сальваторе. Доктор геологических наук. 50 лет. Изобрел устройство под названием Геологс, способное исследовать почву и скальное образование на несколько километров вглубь и выявлять их минеральный состав. Состав. Начал разработку дополнительного блока для бурения горных пород на несколько километров вглубь. Статус. Мы следим за ним, пытаемся завербовать. В случае отказа он будет ликвидирован. Мария Берн. Доктор технических и биологических наук. 35 лет. Разработки в области микробиологии. Обнаружила новые... Новые... Не новых, а новые бактерии. Новых бактерий. Алавар, алавар. Способных к очистке загрязненных вод. Статус. Слабое место. Дочь. 5 лет. Исследования. Заморожены. Все материалы переданы в общество. Ричард Шар. Профессор физики и электродинамики. 38 лет. Изобрел атмоген, способный генерировать любое количество энергии прямо из атмосферы. Теоретически это бесконечный источник электрической энергии, который может питать всю страну и даже планету. Статус. Чертежи и лаборатория с прототипом захвачены. Будет устранен после допроса. Ну, напомню, друзья, еще такой момент. Вообще, вот эта вот теория такая, знаете, есть. Что многих ученых, я как-то даже про это рассказывал на каком-то из стримов или на каком-то прохождении. Это не ново на самом деле. Кстати, почему здесь приближение работает? То есть... Давай сюда. Не понял. А че так долго? Блин, еще застрял. Так, этот ворон потерял свои крылья. Второе крыло. Недавние события совсем выбили меня из колеи, но я не могу показывать слабость. Моим братьям нужен сильный лидер, чтобы вести их к нашей великой цели. Могу ли я стать для них таким лидером? Отец научил меня, что добро, слепо дарованное неразумному человечеству, всегда обернется ужасным злом. Добродетели нужна сильная рука, которая будет держать ее в узде, и эта рука будет выпускать ту малую необходимую для выживания человечества часть. Ведь всегда найдется выскочка, жаждучи неограниченной власти и богатства. Странно, что они себя в зеркале не это... не видят. Этот выскочка не будет сдерживать свои жалкие желания, напротив, он будет использовать научные изобретения в своих собственных интересах. Нет, я не позволю этому случиться. Поколение воронов посвятили своей жизни служению высшей цели, я не исключение. Я докажу, что только я смогу привести наше общество к свету, окунув весь мир в темноту. Размышления над последними записями погрузили меня в смятение, но я нашел решение. Вечная темнота. Это именно то, что спасет весь наш мир. Изобретение Шарпа должно быть нашим. Я не знаю все возможности от Магена, но с ним мы сможем покончить с электричеством навсегда. Мы сможем потушить целый мир, как старую свечку. Все идет по плану, мы захватили профессора Шарпа, он еще не раскололся, но нам удалось расшифровать почти все его записи по проектам, и мы в ближайшее время попытаемся запустить это устройство. Два ключевых компонента отсутствуют, они обозначены буквами А и Д на чертежах. Ничего не работает. Теперь мы знаем, почему Шарп встретился с Дюпеном. Вполне вероятно, что он отдал ему эти компоненты на хранение. Может быть, это даже к лучшему. На этот раз Дюпену не удастся избежать мести. Даже не мести, а моей мести. Так, арбалет. Что-то не... Вот я нажал очень долго. Какая-то задержка сумасшедшая просто. Это сумка их лидера. В ней есть что-нибудь полезное? Здесь сведения о планах общества. Они собираются использовать ваши изобретения, чтобы погрузить весь мир в новый темный век. Ох, это очень важно. Я надеялся, что до этого не дойдет. Но раз другого пути нет, атмоген должен быть уничтожен. Вот, возьмите ключ от моего кабинета. Часть устройства находится именно там. Вместе с инструкциями о том, как его правильно запустить. Но помните, вы должны установить детали в обратной последовательности и отсоединить все провода, подключенные к городу. Это единственный способ уничтожить машину, не разрушая при этом город. Будьте осторожны, детектив. Я не могу предсказать истинную силу взрыва. Жесть. Ох, тут еще играть много, походу. Ох, тут еще играть много, походу. Люблю, когда в замке какие-то события разворачиваются прям вот. Шифр какой-то. Шифр какой-то. Шифр какой-то. Шифр какой-то. Рычаг. Вода в фонтане холодная. Значит еще понадобится. Так, а вот и Дюпен. Мыло. Черпак. Перчатки. И напильник. Так, а что тут такого сделать, чтобы его открыть? Тут. Куда ты там цепь унес? Я что-то не понял. Два из двух написано и не работает. Так, ладно, пока еще есть что делать, не будем паниковать. О! Всех я, наверное, уже не найду, но... Кого найду, и то хорошо. Мы, вороны, зорко и неустанно наблюдаем за новыми разработками, которые могли бы изменить весь мир. Уничтожить общепринятые устои или повестки человечества в новом направлении. А, повести. Икар стремился достичь солнца, но он умер в пламени, взлетев слишком высоко. Это то, что ждет наших сегодняшних сорвиголов. Дирижабли, которые возбудили невежественную толпу к полетам в небо, сегодня представляют собой серьезную угрозу для мирового порядка. Теперь мы должны устроить великую катастрофу, которая сможет удержать людей от пагубного желания подняться над облаками. Земные люди должны жить только на земле. Только одни лишь вороны могут парить над толпой. Да. И есть же такие фанатики в самом деле. Вот они, надо их всех собрать. Давайте-ка, знаете, что сделаем пока? Так. Вот из ключа. Черпак. Трафарет для проектора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как сразу стало. Так, где у нас солдатик? Так. Так, вода еще нужна. Ой, тут что-то еще не хватает. А в чем дело? Я же остудил. В чем проблема? Не понял. Я уже довольный. Давай Дюпена спасать. А что там пишется? Необточенный. Напильник есть. Все равно не хочет. Что за фигня? Да, только появляется идея, и сразу ее обрубают. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то там он видит. На угле еще горячее. Губка. Что, губкой обтачивать будем? Или вначале губку намочить, может, надо? Так, губка стала влажной. Еще понадобится. Может, губкой суда? Но это как-то странно. Вряд ли суда. Что-то помыть, короче, да? Так. Еще ключ хотите? Вам еще ключей мало. Вот же, зараза. Так, горячее клеймо. Так, пять ключей. Горячее клеймо. Палач. А куда здесь? Ага, вот угли. Так, это не ключ. Яд, клещи. Клещи же я видел. Так, перо. Мышь. Пятый ключ. Так, яд и перо осталось. Я ж нажимал яд. Перо вот. Ключи к наручникам. Смысл мне ключи к наручникам, если я не могу вот это сделать. Сколько раз я вот это делал? А знаете почему? Потому что я ключи не взял. Вот это вот, как это бесит иногда. Вот ты вроде типа кажется, что ты тупишь. Нет, ты не тупишь. Ты просто не соответствуешь... Логики разработчиков. Я так рад вас видеть, коллега. Я бы обнял вас, но мои руки сейчас немного заняты. Нет, но если вы освободите меня, то я помогу вам найти секретный проход. И как дела? Главное это. Так намного лучше. Но как же вы сами сюда попали? Профессор Шарп сказал мне, что вас скорее всего прячут именно здесь. В секретной лаборатории. Я рад, что с ним все в порядке. Некто в костюме Верховного Ворона запер меня в этой клетке. Как вы думаете, Ричард Блэк мог выжить? Если это так, то у нас нет времени, чтобы болтать о погоде. Кроме того, сейчас весь город находится в большой опасности. Профессор хочет уничтожить свое изобретение. Но нам понадобятся две недостающие части. У вас есть одна из них. Была. Деталь спрятана в моей тросте, но она осталась в карете. А кольцо, которое открывает ее, упало где-то на лесопилке. У меня есть обе части, кольцо тоже. Замечательно. Возможно, что мы успеем всех спасти. Прикрутите кольцо на верхнюю часть трости, чтобы открыть тайник. Видите, как это интересно сделано-то. Ух ты ж, блин. Задачка-то какая. Ох, это надолго. Что ж тут разрубить-то надо? Что-то разрезать. Ага, ага, тут что-то... может заточить практически всем стоп тут что-то было подвешенный два из трех тут ферзь нужен а вот сыны не там если честно что это такое взяли ведро вопрос зачем потушить здесь эти подвешенный так остался только ворон получается и слон да но в клетке так наконец то мы в замке одна из двух так профессор дал мне ключ так пойдем потом попозже туда астролябия еще один лабиринт мы не должны врываться в лабораторию с изобретением пока там находится ворон он все равно не может запустить атмоген без недостающей детали давайте мы сначала найдем вторую часть кабинете хорошо но сначала нам нужно найти ключ чтобы открыть его и 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 Проектор Великая Китайская империя была известна своими великими изобретениями бумагой, порох, компасы, арбалет, шелк и железные бомбы. На протяжении многих веков ее экономика процветала, заставив своих граждан желать еще большего. Ее передовые военные технологии вполне могли бы воплотить эти желания в реальность. Сейчас эта огромная и трудолюбивая страна представляет опасность для всего мира. Мы, общество воронов, не сможем стоять в стороне. Мы поддерживаем тех, кто пытается завоевать Китай. Тсс, идиоты. Китайская империя Китайская империя Китайская империя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какую схему... Тут непонятно вообще что делать... Какую-то схему повесить хочет... Так... Либо этот сейф... либо этот сейф что-то свету пиликает вот здесь символ бесконечности тоже ничего стрелок у нас нет вот нам нужны пассатижи чтобы паука там где паук распутать у нас еще ворон а там стрелки кстати любопытно что это за звук постоянно стоит крестик ну комната пыток кабинет ученого что-то здесь надо сделать но проволоку мы знаем где брать тут непонятно значит надо что-то здесь догадаться бит диндир ран бежать черт его знает что тут водить надо тут надо реально что-то вести то что вам где-то надо посмотреть внимательно на локации может где-то что вот это за звук такой пиликанье здесь что это за звук стрелка у ворона находится символ бесконечности мы нигде не видели тут мы все сделали получается да тут ничего но тут что-то надо делать и карта по моему суда указывает да нет карта указывают что здесь что-то надо делать короче сейф надо как-то отгадать а как дневника у нас нету подбором только если получается и и но дольше просто буду ходить урн нет бью слова есть д 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 дэй дндр ничего нет такого следующее окна у надо нет таких слов общая таких слов не знаю и у и ур почему именно такое слово почему и ур вот это для меня загадка блин вот дурак вот же написан пароль блин сидел в угадайку но это все это уже не знают они как не объяснить как только как тупостью какой-то так стрелку мы взяли я еще что думал что где-то вот знаете на общей локации есть какая-то подсказка вот это пеликань она меня реально отвлекло я подумал что что-то здесь я как не смотрел честно ничего не видел и 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 Субтитры сделал DimaTorzok ну я запомнил или что надо как-то переписать что-то должно случиться или что не знаю там что-то появилось я все вижу но почему-то не срабатывает слона нету как активировать здесь я не знаю так давайте-ка сюда сходим слон ну прошлое был очень легкий прям практически без препятствий так там пусто 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 ну 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 вот здесь как будто бы халтурка такая знаете я не знаю но блин чем объяснить довольно сложную прошлую вот эту вот в основной главе прям реально там супер сложно было и практически халтурные не проработанные я бы сказал от балды раскиданные так вот я не проверял вот здесь кого-то можно было поместить согласитесь же ну ну кто-то ездил мига не показалось или нет о наконец-то хоть хоть кто-то меня тронуло тоже скучно стало все равно ачивка не выбивается мы же с вами договорились что не будем тут особо это страдать этим ну а теперь вниз давайте проверим что там а тут ничего ну что пролом ладно дойдем и что вот вот и и и и и и Продолжение следует... 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 эти как-то надо перекрутить мы туда перенесем я думаю мы все позиции починим что еще одна будет он блин финал наверно у ёбара сута чтобы они еще туда ли развернуться тут же видите они же не дают даже развернуться тут прям вон какие-то границы непонятные в эту сторону идет что-то так это сюда все куда сложнее тут распутали здесь осталось что-то придумать так это я распутал это суда ну что все так тут что-то сделали так ножки паука датчик это наверное отсюда подсоедините источник питания каждой лампе по очереди я так понимаю вот это источник питания да ну давайте так он будет так заходить да значит надо так теперь здесь готова готова дальше здесь мне нужен датчик спросить у дюпэна ой нет дюпэн иди в баню я думал это какой-то квест средний верхний раз два три посмотрите он держит штуку которую мы уже забрали я вот это не помню средний верхний нижний раз два три сказали в обратном порядке делать по моему нет а здесь надо перепутать местами стоять о женский голос отдайте мне эти штуковины ли он умрет подождите позвольте мне сначала закончить калибровку этого прибора или мы все здесь умрем вы думаете что вы сражаетесь со злом помогаете людям откройте глаза в этом мире нет ни добра ни зла есть только правда но это правда вовсе не для простых смертных ричард black знал это он с честью защищал правду от глупых и жадных людей только вороны смогут защитить этот мир от самоуничтожения и ты убил его и теперь ты заплатишь за это я уничтожу этот город а после этого и весь мир скоро люди будут снова жить в невежестве темноте отдай мне то что я хочу или я клянусь что убью его вот серьезно она думает что после слов которые она сказала что она вначале уничтожит город потом весь мир цена одного человека это малая оплата нет не отдам не отдам она неправильно вставить равно дурочка до спирюл очка ну без разницы вы знаете ее коллега это же стали новая владелица трактира и дочь верховного ворона какая жалость столь молодая жизнь может быть так внезапно оборвана если встанет на путь этих ужасных людей мы больше ничего не можем сделать давайте найдем повозку чтобы мы могли доставить ее тело в полицию да коллега давайте положим конец всему этому она еще живет бездушная тварь так что с ачивками откройте сейф без подсказок настройте панель без помощи ну честно я не знал что вот это блин я б настроил бы получите все возможные достижения в этой игре но это прям супер сложно это надо проходить несколько раз давайте посмотрим что мы не справились предложите 5 монет матросу это мы выбрали альтернативную историю пройдите через тренажерный зал общества воронов с первой попытки ой это вообще не знаю как это пройти возмутитесь хамским поведением боба будете ну ведь опять же надо два прохождения соберите все предметы коллекции нет номер телефона да я тогда накосячил попытайтесь остановить белую ворону опять же альтернативный выбор ответьте саркастически о мертвом оружейнике опять же альтернативный выбор не спрашивайте алана кто он такой альтернативный выбор несколько раз прошел через лабиринт без повреждений видимо в том же лабиринте где взял коллекционный предмет я думаю вот опять же то есть фактически все достижения только что коллекционку к сожалению где-то пропустил я вот очень немножко расстроился из-за этого ну что друзья давайте делать и вывод мне кажется без слов это самая сильная игра в этой серии во-первых главное ее преимущество она продолжительная второй момент в игре остались вопросы которые хочется узнать это всегда интересно то есть допустим что все-таки случилось дю пеном он ожил и помните опять же схватку я об этом упоминал на палубе когда он убил или раскидал двоих воронов он не хотел с нами поделиться подробностями он как-то начало потом себя оборвал то есть что-то с ним случилось но пока он с нами с этим не поделился второй момент вот этот вот сейф который точнее сундук заперты который мы нашли он связан со следующей частью это тоже максимально интересно хотя я картинку видел уже что там в нем лежит не одна из подписчиц показала и пароль вроде бы я пытался подобрать но почему-то он не подошел хотя он писали что работает потом опять же главная злодейка жива и это сразу говорит о том что будет прямое продолжение вот опять же вот эти вороны то есть понимаете разработчики вот этой частью создали не просто вот на основе там романа эдгара алана по историю про общество воронов но они немножко расширили рамки этого мира потому что все наши дела заключались в прибытие в какой-то город поселок мелкое расследование заключение как бы все здесь у нас как будто бы все гораздо больше и глобальнее я не очень люблю когда идут вот именно затрагивание безопасности мира потому что это абсурд на самом деле есть люди но опять же всякие организации все прочее которые следят за всем этим можно спорить насколько удачно но это уже другая тема для разговора поэтому для меня это всегда несколько абсурдно вот это все выглядит но мне понравилось что вот по сути дела это был такой ну не пролог а пролог и наверное первая вторая глава возможно какой-то вот огромной истории и следующая часть как минимум следующая часть будет связана сюжетно с этой такого еще в серии не было поэтому это не десятка были там всякие шероховатости но разработчики действительно замахнулись на очень большую игру прям вот очень большую и честь и мы хвала что не побоялись это сделать и действительно вот эта часть заслуживает уважение покупки со стороны игроков потому что такой труд всегда должен быть оплачен размах здесь меня реально впечатлил 9 баллов прямо души до были некоторые моменты где что-то мне там не понравилось еще наверное перевод очень часто немножко так портил впечатление но это опять же не вина разработчиков это вопросы к локализатором но проработка персонажей то есть у нас есть несколько действующих лиц подход головоломкам они разнообразны умеренной сложности потом сцены поиска разнообразные интересные удачно вписаны общая сюжетная линия куча куча текста куча дневников которые дают представление об этой организации интересные коллекционки которые не просто для галочки сделаны чтоб игрок тебе немножко глаза там поломал а действительно коллекционки вознаграждают игрока информации дополнительные об этом обществе о том как они рассуждают некоторые интересные отсылки на изобретатели опять же последний шарф ну что мне это не зря как говорится видели никола теслу фотографии потому что вы сами знаете что создать условный маяк тому точнее у тесла это было четыре маяка которые бы давали безграничную электроэнергию обычным людям вот это была его мечта идеи он считал это реальностью но ему к сожалению не дали это воплотить в жизнь естественно сами понимаете то есть вот эта история про корпорации про то что очень богатые люди не дают многим новым изобретением ходу это действительно какой-то степени правда мы опять же не знаем всей правды потому что это будет какая-то знаете вот теория там условно заговор это немножко уже какая-то конспирология начинается но мне кажется вот здесь всегда будет какая-то вот история связанная с реальной жизнью когда определенные люди умные люди которые что-то нашли открыли изобрели пострадали вплоть до смерти от того что богатые люди не захотели терять свое богатство потому что это изобретение угрожает их финансовому состоянию так что тематика интересная и посмотрим что будет дальше с удовольствием жду следующей части наверное вы знаете я наверно я скорее всего не вистали кейс файлс и буду проходить следующей игрой в жанре поиска предметов а сразу мы вернемся обратно к темным историям то есть две части будет подряд надеюсь вы будете довольны таким результатом на сегодня все огромное вам спасибо за просмотр играйте только хорошие игры всем пока пока